Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня мы давайте поговорим о такой теме, как утепление деревянного дома. Вот видите мой дом из профилированного бруса, ему уже 11 лет. Я расскажу, как происходила его усадка и какие основные, скажем так, характеристики на данный момент. Эту тему ролика мне подсказал один из подписчиков, он задал мне вопрос, почему вы не делаете вентилируемый фасад на свой дом и нужен ли. И я действительно подумал, а почему я его не делаю? С учетом опыта жизни в деревянном доме из профилированного бруса, я постараюсь сделать какие-то выводы, нужен вентилируемый фасад или не нужен. Сразу, когда я покупал этот дом, договаривался на фирме с директором, он сразу спросил, это для сезонного проживания, то есть для дачи и для постоянного проживания. Как бы тогда и не собирался постоянно в нем проживать, скорее всего хотел иметь его для дачи. А почему спросил? Он говорит, ну здесь явно толщины бревна этого недостаточно, толщина его всего лишь 18 сантиметров, его придется утеплять. Мне как-то не хотелось это делать, во-первых, это и дополнительные расходы, и уже теряется тот вид, который мне первоначально казался самым привлекательным. Тем не менее, мы ударили по рукам, за лето дом построили, как опять утверждал директор этой фирмы, брус лежал полтора года, сушка его была. Возможно, он слукавил, потому что многие, посмотрев мой ролик, где я сравниваю дома из профилированного бруса, каркасный дом, из клееного бруса. По ссылочке вы можете посмотреть, кому интересно. И акцентирую также внимание, как они держат тепло. За лето мне быстро собрали этот дом, и я к осени в него вселился. С какими же проблемами я сразу столкнулся? Первые два года, наверное, не мог нарадоваться. Зима была достаточно теплая, ну и дом, естественно, был теплый. Ну, где-то на третий год обнаружил, что мой дом усыхается. И вот здесь по углам появились щели. Вот даже их видно и сейчас. Они достаточно были значительные. Я растирался, начал думать, что же делать. Вот тогда впервые я подумал, а не обшить ли чем-то дом. С многими поговорил знакомыми. Были как сторонники, так и противники. Тоже засомневался, поэтому взял просто и обработал все вот эти щели, которые у меня появились. Я их сначала законопатил, а потом обработал шовным герметиком. Вот так же и здесь тоже. На эту тему также у меня есть ролик. По ссылочке можете посмотреть, как я это делал своими руками. После того, как я эти мероприятия провел, дом опять стал достаточно теплый. И, в принципе, меня все устраивало и устраивает на данный момент. Ну, сразу здесь надо оговориться. Все, естественно, в зависимости от региона. Насколько я знаю, где-то в средней полосе России, да и у нас в Белоруссии, чтобы дом был идеально теплый, толщина бревна должна быть не менее 40 сантиметров. Ну, а здесь всего лишь 18. Поэтому, если вы решили сделать вентилируемый фасад, это позволит вам решить следующие задачи. Это теплоизоляция, вентиляция, защита здания от воздействия окружающей среды. Удастся снивелировать некоторые дефекты. Я имею в виду трещины, которые образовались при сушке дома. Также упрощает уход за домом. Что я имею здесь в виду? Вот свой дом за 11 лет с южной стороны я уже подкрашивал трижды. Затратно и по времени, и финансово. Тем более, что если в соответствии с технологией красить, всю эту краску необходимо удалить. Если вы посмотрите на инструкции любой краски, на баночке написано, перед тем, как применить, удалить старую краску. А что такое удалить с деревянного дома старую краску? Необходимо болгаркой полностью снимать старую краску. И представляете, если красить через три года, и вы будете каждый раз снимать слой краски, и так с 18 сантиметров толщины бревна можно выйти и на 10. Конечно, вентилируемый фасад также продлит срок эксплуатации вашего дома в разы. Какие здесь минусы? Прежде чем проступить к монтажу фасада, необходимо всю древесину защитить различными пропитками. Потому что если у вас под обшивкой заведется какой-то дровоточец или шашель, то через 3-5 лет ваш дом превратится в пыль. Я боролся несколько лет, но так как поражение было незначительным, то я считаю, что справился. Но если бы я заметил поздно, или дом чем-то был обшит, то проблемы были достаточно серьезные. Также вы должны соблюсти технологию монтажа вентилируемого фасада. Ошибки могут также дорого стоить. Как пример, вы решили нанести обрешетку для дальнейшего крепления какого-то материала. Ну, скажем, брусок пятерка. Его можно крепить как горизонтально, так и вертикально. Вы начали крепить вертикально, Потом, показалось вам этого недостаточно, решили усилить горизонтальными брусками. Это уже серьезная ошибка. Это недопустимо, потому что нарушается вентиляция. И дом просто будет под этой шубой, под вентилируемым фасадом. Вентиляции не будет. Также может начать развиваться грибок. Что касается материала, из какого можно сделать вентилируемый фасад, то сейчас материала разного очень много. Выбор за хозяином дома. Это и сайдинг, и панели, и клинкерная плитка. Это вагонка или обшивочная доска. Другие материалы, за которыми сейчас и не уследишь. Они появляются на рынке буквально каждый год. Но здесь надо четко понимать, что после того, как вы нанесете вентилируемый фасад, ваш дом станет совсем другим. То, о чем я ранее говорил, это все преимущества появятся у вашего дома. Но и по внешнему виду, по дизайну, вот здесь вопрос. А готовы ли вы к этому? Почему я так ставлю этот вопрос? Я привык, что у меня дом деревянный, натуральное бревно. А сейчас его зашить в какую-то шубу с клинкерной плиткой. Я пока к этому не готов. Давайте подведем итог. Да, обшивка деревянного дома, она даст ряд существенных преимуществ. Достаточно затратное мероприятие. Поэтому, взвесив плюсы и минусы, и если ответить прямо на вопрос, нужен ли вентилируемый фасад для деревянного дома, я бы сказал так. Эта идея хорошая, но можно обойтись и без него. Я для своего дома не планирую делать вентилируемый фасад.